здравствуйте друзья вы увидите это видео в понедельник 29 ноября ну понедельник как говорят день тяжелый тем более хмурое утро поэтому я решил сделать вам нечто приятное сегодня мы отдохнем от острых и наболевших проблем внутри россии внутри украины отличемся от этих всех дрязг ежедневной жизни и поговорим о том что как мне кажется представляет интерес для всех мы поговорим о вербовке вербовки в разведке и должен вам сразу сказать то что я расскажу а я думаю это разобью на несколько частей сделай их поменьше чтобы как-то легче было это все усваивать потому что то что я вам расскажу вы никогда об этом не слышали и вряд ли услышите по разным причинам ну во первых часть этой информации которую расскажу она как правило спецслужбами скрывается потому что это инструмент инструмент для борьбы инструмент который можно использовать для праведных целей а можно использовать для целей организованной преступности могут использовать террористы там и так далее поэтому нас и предупреждали когда учили ремесло разведки нас предупреждали что то чем мы вас сейчас обучаем вы не должны использовать для себя лично повседневной жизни не только потому что это правило этики такие профессиональные но и потому что это в неумелых руках этот инструмент может привести принести много неприятностей поэтому я вам расскажу лишь в том что я считаю приемлемых рамках я вам не расскажу все главное тонкости благодаря которым вот эту информацию можно использовать в качестве оружия в неправедных целях а детали вот этот мелкий шрифт это в разведке как раз то что самое главное вот эти именно детали они разделяют успех от неудачи победу от жестокого поражения вторая особенность вторая причина потому что вы наверное никогда этого не слышали я не веду правдивую информацию о том как это есть на самом деле потому что мало кто об этом знает вы читали смотрели фильмы все это как правило произведение художественного характера скорее всего это вымысел там все красиво все это сюжет захватывающий но как я знаю уже после того как я освоил эту профессию есть там крупицы правды крупицы реальности но их все-таки очень мало и третья причина даже в разведке я вот считаю что говорить о вербовке со знанием дела может только тот кто сам когда-то завербовал и он познает как это делается и насколько приспособлена или не приспособлена сама структура разведслужбы для этого потому что с одной стороны вербовка это высочайшая цель и высочайшее достижение разведки а с другой стороны который до который должен заниматься каждый опер а с другой стороны ситуация вот во всяком случае 70 80 сложилось так что ну как это все было в советском государстве как сейчас я уверен в россии да и во многих других государствах то что ты видишь это не то что есть на самом деле с каждая бюрократическая структура она занимается своего рода махинацией она производит бумаги она занимается суетливой якобы работой и чаще всего вот эта суета скрывает нищету то есть отсутствие реальных результатов ну и когда я говорю что мало кто вербовал своей жизни из сотрудников разведки я имею ввиду следующее после второй мировой войны главными противниками советского союза и внешней разведки кгб были соединенные штаты нато и все остальные туда входящие и китай так вот особенно это в восьмидесятые годы весь смысл разведки состоял в том чтобы бороться прежде всего вот против этого главный противник сша второй нато третий китай вот против них и здесь восьмидесятые годы были ну наименее значительные результаты я имею в виду в том смысле что каждый опер работник имел это задание но пересчитать ситуации когда человек вот опер работник сам нашел контакт сам его разработал и завербовал так вот такие случаи можно было перечислить по пальцам вербовали афганцев там их целыми семьями вербовали когда в советский контингент там был вербовали палестинцев вербовали в африканских латинской америки вербовали но все это дошло до того что вот вот этот мусор вербовочный он настолько распух он настолько засорил агентурный аппарат внешней разведки кгб то есть пгу что во второй половине восьмидесятых начальник погод то время был шибаршин он даже распорядился звон он запретил вербовку палестинцев афганцев потому что это не имело смысла они наоборот рассматривали вербовку целыми семьями в качестве возможности обеспечить свою жизнь сделать какую-то карьеру обеспечить себе безопасность но эти вербовки не имели смысла с точки зрения безопасности государства а вот на американском направлении вот когда я приехал сюда 80-е годы вместе еще со своим бывшим шефом который работал начал работать гораздо раньше меня мы вычислили что предыдущий случай вот до серии середины 80-х годов предыдущий случай когда на территории сша советский разведчик сам нашел разработал и завербовал агента это сделал олег калугин это было где-то в середине 60-х годов мне удалось это сделать через 20 лет примерно через 20 лет и потому что я там самый гениальный выдающийся ну просто карта так легла получилось так но и когда это сделал передо мной открылись такая изнанка разведслужбы на которая даже не подозревал когда начинал работать ну короче говоря вы услышите много нового интересного и давайте начнем сначала что такое вербовка вербовка это я бы сказала коммуникация в процессе которой иностранец привлекается к сотрудничеству с внешней разведкой ну тогда это было кгб я так и буду называть кгб в качестве агента чаще всего вот эта коммуникация на выглядит как беседа вербовочная беседа в ходе которой достигается соглашение с иностранцем что он будет работать качестве агента что такое агент агент это иностранец который понимает что он работает на внешнюю разведку кгб и сознательно выполняет ее задание то есть не может быть такого что человек работает качестве агента не понимая вот если человек работает выполняет фактически функции агентствами агента не понимая что он работает на внешнюю разведку то это не агент это полезный идиот бывают и такие но агент это всегда сознательный сотрудник вернее сознательный помощник внешней разведки кгб он выполняет задание ты его не просишь ты как разведчик ты не просишь его ты даешь ему задание вот и должен сделать то 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 мы с тобой встречаемся тогда это ты мне приносишь эти даю новое задание ты выполняешь его дальше вербовки проводятся когда им сказал что это главным образом беседа к форма коммуникации в редких случаях бывают другие формам коммуникации но например вот в советском в российском прокате был фильм британские шпион выйди вон мне больше нравится изначальный вариант этого замечательного произведения джона коляре лекаре это мой любимый мини-сериал там по моему 4 серии и в оригинальном оригинальное название его звучит так жестянщик портной солдат и шпион это потрясающий фильм у кого есть возможность я очень рекомендую это посмотреть и там весь смысл сводится к тому что старый уже вышедший на пенсию британский разведчик на он ищет крота в недрах мисс 6 а в конце концов значит там создается такая ситуация когда он понимая что это вербовочная ситуация для вербовки высокопоставленного одного из самых высокопоставленных сотрудников российских спецслужб и он пишет ему письмо это письмо передается ему туда и этот закаленный человек крем кремень прошедший огонь боду и медные трубы он переходит по мосту из восточного берлина в западные издается британским спецслужбам вот это была коммуникация вербовка его при помощи письма но это конечно художественное произведение но теоретически это возможно поэтому я говорю это коммуникация на с другой стороны не обязательно чтобы агент понимал что он работает именно на советскую разведку есть такое понятие как вербовка под чужим флагом когда скажем но ты чувствуешь что человек по своим взглядом может быть принадлежит к фашистующим нацистским элементам там и так далее и вот ты его вербуешь для работы против какой-то спецслужбы в либеральной стране который борется с фашизмом ну так теоретически или же ярого противника скажем тому человека погиб любимую любимая девушка из-за наркотиков он дико ненавидит продавцов торговцам наркотиками и вот его вербуешь на этом основании для проникновения в спецслужбу которая покрывает этих наркоманов то есть он думает что ты совсем другой человек то из другой страны то есть другой спецслужбы вот такой вербовки кстати занимался мой отдел там было у него первый отдел пгу американские там была группа такая под названием нож норд-север и суд работы состояла в следующем резидентуры кгб по всем странам мира они обязаны были это делать потому что весь смысл состоял в том чтобы завербовать американцы они смотрели выискивали особенно маленьких странах там где весь дипломатический корпус посольство они как-то так они компактно проживают посещает одни и те же увеселительные заведения и вот местные резидентуры следят за американцами нет ли средних людей поведение которых выпадает из общепринятого контекста там или очень пьет или на его лице видимо какие-то там страдания что-то что-то неблагополучно с этим человеком потом пытается определить в чем эти проблемы то ли это семейного характера то ли это деньги собирает максимально возможная информация потом приезжает опер из нашего дела этот опер как правило действовал под флагом какой-то редкой страны допустим норвегии или швеции вот он обучался не владел этим языком ни норвежским ни шведским там ему краш корс делали в процессе которого он узнавал 50 50 там 100 слов мы шутили 20 слов да это было достаточно и потом он под видом бизнесмена из этой страны приезжает туда приходит в тот бар где часто посещает этот сотрудник посольства наиболее лакомом объектами разработки вот такого рода были шифровальщики потому что шифровальщик это все это это не хуже чем резидент но и потом он представляется вот этим бизнесменом из третьей страны завязывается беседа бизнесмен угощает этого американца очень хорошими напитками выглядит шикарно уверенный в себе американец прожить чем занимаешься ну там после многих междометий наш говорит что я торгую информацией а этого этому нужны деньги большие деньги он где-то там то ли проигрался то ли то ли еще что-то случилось короче говоря нужна большая сумма денег он заинтересован что оказывается можно что-то продать за деньги но речь сначала идет не о том что ты мне должен продать государственные секреты соединенных штатов америка что-то так вот типа я торгую коммерческой информацией говорит наш разведчик кто заинтересован ой а что там завязывается беседа и таким образом происходит вербовка но не каждый раз но но иногда бывало да вот эта вербовка под чужим флагом значит его назвал агент вот раньше скажем так до середины где-то 70-х годов было две категории оперативной связи было просто оперативная связь это вот все люди как с которых ты знаешь в этой стране где ты работаешь и вот это так сказать изначальный материал из которых ты пытаешься определить их просеиваешь через себя как говорил поэт красивая просеивая тысячи рода ради единого слова единого слова ради просеиваешь тысячи тот словесной руды вот так ты просеиваешь эти контакты в надежде найти того кого можно будет завербовать в качестве агента и вот кстати один из моих гуру мне рассказывал по его собственным оценкам подсчетом для того чтобы найти человека которого можно завербовать в качестве агента нужно иметь около двух тысяч вот таких связей вы представляете какую работу нужно иметь проводить для того что в течение там четырех-пяти лет командировки за иметь эти две тысячи связей и выявить среди них агента потом его разработать надо или завербовать но если другой вариант случай вот случай вот он бывает со мной вот был случай я думаю что с олегом калугиным тоже был случай счастливого не счастлива это другой вопрос так вот вот примерно до второй половине 70-х годов были все оперативные контакты делились в визентуры это оперативные контакты и агентура тех которые завербовали но в середине где-то 70-х годов резидент кгб финляндии он сказал свое новое слово так сказать ввел новое понятие в разведывательную терминологию и вообще в практику работы в разведке но финляндия это специфическая страна после этого появилась из-за нее появился термин финляндизация то есть вот такая страна была после второй мировой войны которая понимала что она живет с очень опасным соседем соседом и всячески развивала с этим соседом доверительные отношения часть этих доверительных отношений состоял следующем прежде чем принять сколько бы сколь-либо важное государственное решение высшие представители правительства финляндии приходили советское посольство причем они знали что самый главный там это не посол а резидент виктор михайлович владимиров и вот ему докладывали что не собирается делать это было бы очень важная информация и для советского союза финляндия была важной страной как бы мостиком окном в капиталистический мир ну и генерал владимиров написал рапорт а потом написал работу которая все это дело теоретически обосновала смысл заключаться в следующем то есть эти люди приносят нам информацию которая по качеству ничем не отличается от агентур на это важнейшая информация с другой стороны это не агенты то есть агенту ты ставишь задание с агентом ты можешь работать через тайники через моментальные передачи агент тебе подчиняется и отчитывается но министр иностранных дел или вице-премьер или начальник службы безопасности вот не этой страны и других стран третьего мира допустим им же не ставишь задание такие они те делают потому что но не считает так надо а во многих случаях капиталистических странах но в частности в сша многие бизнесмены адвокаты политики они делились важной информации оказывали важные услуги том же числе и в плане влияния потому что у них то есть советским разведчикам удалось с ними установить хорошие личные отношения они это делали из расположения по-дружески но ты им не ставь задания ты их просишь и они меру сил выполняют твои просьбы его таким присвоили звание доверительные связи то есть это стало промежуточное звено против промежуточной категории между просто контактом и агентом но мы не будем сейчас говорить о доверительных связях хотя это очень важная категория оперативных контактов мы говорим только о агенте агент вербуется на основе то есть просто так из воздуха подойти скажем ваше что джон долл я хочу тебя завербовать с какой стадии на каком основании агенты должны вербоваться на основе основы три основных это идеологическая вторая морально-психологическая что включает себя компромат и третье это финансовая материальная основа комбинация между ними бума бывает самая разнообразная бывает две в одной то есть прибыли прибыли преобладает финансовая но там есть элементы идеологической компромата и в общем если взять вот эти всевозможные комбинации мы иногда когда-то я помню подсчитывали там было ну до трех десятков минимум возможных возможных вариантов иногда делают особенно этим страдали западные спецслужбы они делают то что не называется cold call то есть холодный звонок или или просто подход в лоб ну вот мало времени решали попробовать сорвется сорвется черт с ним пошли дальше то есть они не теряют время на изучение на подготовку на сбор информации там всевозможные они просто вот подошли там вася а не хочешь ли ты их красивой жизни за рубежом там нью-йорке или в лондоне или в париже новости говори да пошли в нафиг окей все вася ушел после этого они подошли к вовик пейте там и так далее это бестолковое занятие она совершенно не она не творческая это так вот грубая ремесленная поделка из вот этих основа которых я вам сейчас сказал вопреки наверное расхожему убеждению здесь есть такой я чувствую вот на территории бывшего советского союза особенно в россии с тех пор когда гопники пришли к власти есть такой широко распространенное мнение вот компромат компромат это железная и самое может быть лучшие основы для вербовки ничего нет более далекого от истины компромат в разведке считается наихудшей основой для вербовки потому что компромат он связан с давлением на человека на его психику при помощи компромата человек вербуется против его воли часто все внутри у него выступает против этой вербовки но ему некуда некуда просто деваться это вербовка так сказать на грани на грани его психическим что ли возможности и сотрудничество на основании компромата она редко бывает длительным перспективным рано или поздно нарушится и очень часто она рушится скандалом и она проводит к очень жестким провалом которые иногда затмевает все это положительное что ты получил от этого агента поэтому значит когда вот пошли разговоры после избрания доналда трампа президентом сша о том что его якобы компромат он вербовали на компромате что сняли там видео с девушками легкого поведения в гостинице в номере гостиницы и что якобы вот это видео и как раз лежит в основе его вербовки я вам скажу это это я когда услышал об этом сразу сказал что это совершеннейшая чушь ну во первых компромат он компромат каждому конкретно нужно его примерять потому что что компромат для одного то совершенно не может быть компроматом для другого но например скажу вот нетрадиционная сексуальная ориентация на ее основе еще вербовали в 70-е годы иностранцев 80-е вербовали и этим очень пользовались комитете государственной безопасности внутреннее просто подразделение прежде всего второе управление ну и немножко 5 5 управления то есть брали вот в советском союзе была такая статья мужеложество это было уголовное дело то есть вот эти люди нет нетрадиционной ориентации мужского пола они если не сидели в тюрьме то они и если у них еще были мозги то есть интеллигентные люди они нормально выглядели то они как правило работали на комитет госбезопасности и помогали создавать компромат против иностранцев которые приезжали в советский союз иностранцев нетрадиционной ориентации я помню был классический случай нам рассказывали когда приезжал какой-то оркестр соединенных штатов по моему и там от знали единственное знали там будет интересующий вас объект который может представлять интерес для внешней разведки он нетрадиционной ориентации тогда взяли одного из агентов соответствующего соответствующей ориентации кгб послали его на концерт посадили его в первых рядах ну и проходит первый акт перерыв второй акт после второго акта конец представления после второго акта опер спрашивает у агента ну что ты определил кто из них нетрадиционной ориентации кто наш кто наш то а он ему говорит и не только определил мы уже и договорились о встрече сегодня вот а вот это было так 70 80-е годы я уж не говорю о том что было раньше во время аскара уайлда а вот сейчас это большая проблема будет или не будет я помню был тоже случай когда готовили компромат против одного американца работавшего в посольстве в москве он любил представитель с прекрасного пола советских девушек засняли масса фотографий сделали к нему вербовочный подход он посмотрел так тщательно долго смотрел каждую фотографию откладываю в сторону потом несколько взял вот ребята мы не могли бы качество получше вот эти фотография желательно еще в цвете я хочу жене своей показать мы с ней любительницы такого рода приключения то есть шведская семья это у них хобби типа было ну вот и так таким образом все все рухнуло так вот возвращаясь доналду трампу до рухнула я имею ввиду верборочный подход возвращаясь доналду трампу его ядерный контингент таков что если бы было видео его развлечением с жрицами любви из россии то я думаю что ядерный его электорат только бы возлюбил его еще больше типа она что орел каков да вы только посмотрите что вытворяет то есть с моей точки зрения видео сексуального характера против трампа могло явиться для него компроматом только в двух случаях это если с это видео с несовершеннолетний на что является преступлением безусловно или же скажем так сексуальный акт с мощным мексиканцем вы чувствуете я имею ввиду вспомните стену которую он хотел строить на границе с мексикой это ненависть его презрение к мексике так вот его сексуальные как возможных сексуальный контакт с мексиканцем причем мексиканец бы играл в этом контакте активную роль вот эти две вещи могли бы послужить действительно основа перехода к трампу но я уверен что этого не было поэтому значит компромат запомните это худшая основа для вербовки и вот это все что там россии какие-то видео друг против друга снимают но мне могут возразить а вот было же видео где с был запечатлен человек похожий на генерального прокурора скуратова было да было такое но это было не орудие вербовки инструмент это видео не инструмент вербовки это был инструмент уничтожения врага так сказать то есть по силе после этого публикации этого видео человека просто уволили в качестве компромата но не фактически не использовалась компромат он компромат до тех пор пока у не становится публичным а после того как он стал состоянием гласности это уже не компромат это уже все это израсходованный если израсходовая гильза поэтому да мне могут опять таки сказать окей но есть обоснованное мнение что на высших органах власти да и в спецслужбах на руководящие должности подбираются люди не кристальные честные не идеальные люди а чем больше на них грязи компромата тем лучше да компромат он держится вот так позволяет держать на крючке своих же это как в банде до повязать кровью но это то что скрепляет это скрепа банды но это плохая скрепа или плохой повторяю инструмент для вербовки агента в другой стране потому что в чаще всего это не работает ведь суть компромата состоит в чем ты как бы посылаешь месседж этому агенту если ты не будешь выполнять наше задание мы публикуем этот компромат и тебе конец тебе труба так вот рассказываю открываю вам великую тайну практически никогда внешняя разведка кгб да и разведки серьезные других странах мира не использовали компромат для мести тому агенту который отказывался в конце концов сотрудничать то есть конком кроват как ядерная ракета который пугаешь знаешь что никогда не используешь так и компромат почему не использовали для наказания агента потому что но если в спецслужба начинает вот так действовать в отношении своих агентов то другие потенциальные агенты которые сидят других странах и вот читает видят все это они никогда не пойдут на сотрудничество с этой службы потому что это низко это грязно и с этими ребятами которые вот так поступает с теми кто на них работал с ними связываться нельзя это низкие люди это басота вот такая ситуация поэтому идеальная основа и считалась вербовка на идеологической основе она блестяще играла свою роль тридцатые годы накануне второй мировой войны и во время второй мировой войны и я еще учился и многие представители старые школы они нам вдалбливали ребята вы должны давить на идеологическую основу это был совершенно устарелый что ли месседж который они пытались вдалбить нам в голову потому что в 70 80 годы идеологическая основа не работала на идеологической основе можно работать тогда когда твоя страна является примером для всего мира или пользуется уважением во всем мире когда она передавая у нее передовая экономика у нее блестящая политическая система у нее есть права человека страна которая принадлежит будущее вот такой был советский союз в умах в глазах многих людей на западе в 30-е годы которые тогда еще не знали про чистки прогулок там преступления сталинского режима и за эту идею светлое будущее коммунизм можно было вербовать и вербовали особенно в этом ус преуспели даже не сотрудники советской разведки их было мало квалифицированных действительно квалифицированных которые действительно могли сойти за иностранцев в стране пребывания и действительно расположить себя провести грамотную вербовочную беседу в основном успешные вербовки проводили сотрудники коминтерна и одному из них однолду дэйчу принадлежит вербовка людей которые позже стали известны к кембридж файв это маклин гиберджис и известный многим если не всем ким филби и вот с тех пор появилась он их заграбовал когда они еще были студентами оксфорда для того чтобы заграбовать этих людей нужно было знать чем они живут чем живут люди в оксфорде вообще студенты в лондоне в это время какие там настроения нужно было сыграть на вот этих настроениях и убедить что их будущее а это студенческие годы это когда люди формирует формирует всю свою последующую жизнь вот надо было их убедить что ваша жизнь правильная жизнь это вот работа на москву потому что ей принадлежит будущее для этого надо бы было иметь мозги для этого надо было крутиться в этой обстановке вот арнольд дайч это один из интеллектуалов тогда был вот он это сделал но как признавались нам молодым слушателям опытные мастера вербовки несмотря на то что сотрудники коминтерна сыграли выдающийся роль в вербовках ценной агентуры на советский союз тридцатые годы к ним относились кое-как вот они вербовали завербовал отлично у них забирают агентуру и тому же сотрудники кадровые работали с ними получали ордена продвижение по службе так и так вот такая система на и сложилась и дальше она сохранилась вплоть до окончания до краха советского союза то есть когда надо вербовать и принимать решение ты один никто не разделит с тобой ответственность ты берешь ответственность на себя если ты провалишься все тебе труба остальные все чистенькие не имеет никакого отношения к этому делу зато когда-то завербовал подписан рапорт все эти отодвигает сторону появляются выдающиеся начальники которые до этого мухи дохлой в своей жизни не завербовали и начинает вербовку то есть не вербовку начинает работу с агентом процессе которой поступает информация которая идет на самый верх а там погоны звездочки ордена там так далее значит второй апофеоз в работе вербовочной внешней разведке советского союза это была вторая мировая война это же вербовали в значительной степени сотрудники комментарии и тех которых они навербовали у себя в европах которые с началом войны переехали в соединенные штаты америки много из них было евреев по известной причине потому что они бежали от фашизма в соединенные штаты америки и они сыграли выдающийся роль в операции по похищению американской атомной бомбы количество агентов которые тогда не навербовали в соединенных штатов было умопомрачительным но я рассказывал раньше напомню еще раз что где-то в тридцать восьмом тридцать девятом году когда начались до практически с 37 года когда начались вот эти большие чистки в советском союзе первой жертвой этих чисток пала внешняя разведка то есть внутреннее подразделение нквд расстреляла иностранную службу вместе с ней и разведку ркк армейскую разведку считалось так что и человек который два года и больше прожил зарга за границей все он заражен буржуазкой заразой ему нельзя верить он уже работает там на десяток спецслужб мира их или вызывали в москву и там или гулак или расстреливали ли приезжали к ним навстречу в париж лондон там где они сидели и выходили с ними навстречу и расстреливали их прямо там зорго тянули хотели его прикончить еще до того как он успел прислать свои телеграммы о том что скоро будет нападение гитлера на советский союз тянули его в москву но он опытный разведчик был он понимал что его там ждет и он он так так и не поехал после буквально в конце второй мировой войны американцам удалось крякнуть как называется расколоть шифры которым были за шифровные телеграммы шедшие из советского посольства в москву во время войны и сразу после войны началась работа с этими расшифрованными телеграммами то есть американцы пришли в ужас от того количества агентов которые оказались но это были люди которые свято верили что они выполняют свой союзнический долг ведь надо понимать что сша и советский союз были партнерами по антигитлеровской коалиции и американцы относились к советским представителям советского союза как к своим стратегическим партнером от которым какие могут быть секреты от партнеров им так и нужно помогать огромную роль в привитии американцы вот этой точки зрения сыграла организация о сс это организация специальных служб которая была предшественником церу я не слышал ни одном серьезное ни одной серьезной операции которая осс провела бы реально на территории европы или где-нибудь еще во время второй мировой войны но что они делали выдающий выдай буквально выдающиеся произведение у них было это рекламные документальные фильмы или рекламные ролики о советском союзе я вот видел несколько из них ребята я вам скажу в советской пропаганде ну редко удавалось снять фильм который вызывал бы такую гордость за советский союз но прямо слезу вышибала когда смотришь этот ролик снятый американской спецслужбой о великих советских людях а их героизме и готовности на самопожертвование это был просто произведение искусства и вот эти ролики не распространяя зачем асс это дело это надо было администрации рузвельта для того чтобы то есть на его ленд-лист на поставки несмертного количества техники продовольствия и всего прочего советский союз необходимо было и спрашивать разрешение конгресса какая-то законодательную базу под это надо подбегать вот для этого для того чтобы вышибить деньги оправдать вот этот ленд-лист необходимость открытия второго фронта и так далее вот и делались эти эти ролики так вот значит дошло дело до того вот если вы стоите в лафаэтского это через дорогу от белого дома и слева лицо обстоятель белому дому слева министерство финансов так вот под подсчету сотрудников фбр которые занимались расшифровкой этих телеграм во время второй мировой войны в кабинете министра финансов моргентау не было такого дня как когда бы не столкнулись у него в кабинете два советских агента не то что один там зашел от 2 прямо ну и вы помните это слово эпоха маккартизма так далее то есть эпоха марк маккартизма имела под собой очень серьезное основание потому что маккартизма обвинил голливуд он обвинил да но он обвинил и госдепартамент сказал что сотни агентов советских спецслужб и он был прав они там были но американцы к этому времени они пришли к выводу но во-первых они поняли вот то что я вам сейчас рассказал что люди но не они не считали что они были шпионами они считали что они делают одно дело со своими стратегическими союзниками отдела это борьба с немецким фашизмом то есть не было у них умысла совершить шпионаж или государственную измену с другой стороны количество их было такое что но если бы американцы начали это дело раскручивать то это был бы ну может быть не полный гулаг но мини гулаг советском союзе так вот американцы они щадили своих людей потому что среди них были в основном интеллектуалы люди которые работали на государственной службы ли там или ученые они не готовы были вот так вот взять эти сотни или тысячи людей просто посадить расстрелять как это делали в советском союзе не берегли цвет нации и это дело просто свернули и на этом поставили крест ну а потом потом наступили другие времена холодная война то есть стал уже известно что работа советской разведкой это шпионаж это государственная измена ну и кроме того упал престиж государства особенно после выступления хрущева на двадцатом съезде стало понятно что такое советский режим сталинский режим престиж государству палых и какая может быть и лаги идеологическая основа поэтому когда вот нам 80-е годы рассказывали ребята вы должны давить на идеологическую основу потому что это вот самое главное она туда она сама хорошая когда за идею с тобой работают за за идею агент сделает то что он он не сделает за деньги или и тем более за компромат но где же их было взять особенно во второй половине 80-х годов когда советский союз ходил уже с простянутой рукой и клянчил кредиты займы потом перестали уже давать как совершенно безнадежным и в этих условиях нам ходить вербовать на и и идеологию это было совершенно бессмысленно но это была одна причина то есть престиж государства упал вторая причина была своего рода перерождение разведки как бюрократической организации вот во время холодной войны вся разведка фактически кгб она до этого нквд она помещалась пятом подъезде известного здания старого на лубянке то есть она была очень компактная структура которая там все вы знали друг друга каждый отбирался просто проходил как на рентген через рентген его пропускали и через мрт если можно так сказать во время брежнева началась глобализация юрий андропов сыграл в этом деле огромную роль разведка должна была стать как советский союз глобальной державой так и разведка построили вот этот комплекс зданий в ясенево крючкова назначили директором она то есть начальником первого главного управления и пошло разбухание этого аппарата я скажу так чем больше по размерам развед организация тем менее эффективно она является то есть с точки зрения упал упал ее эффективность но и еще коррупция режима то есть брежневский режим это режим я бы сказал разложение так сказать уже было советской бюрократической элиты и он не обошел разведслужбу то есть цель работы в разведке существовало состояло в том чтобы просидеть за границей как можно больше то есть одна командировка четыре года это считалось ты уже упакован две командировки два по четыре ты в шоколаде а три командировки все ты уже в дамках ты уже совсем совсем ну там конечно в то время потребности были не так как сейчас у элиты но вот такая была главная цель значит для того чтобы просидеть как можно дольше надо было сидеть как можно тише это предразумевало отказ от каких-то рисков а вербовки без риска вьиа не бывает поэтому вот так вот и и коптили небо одну командировку вторую командировку а если 3 это вообще замечательно и все вот 3 командировка я помню один у нас был такой бандема его называли я у меня было его дело я его делаю вел значит после первой командировки говорили ну вот набрался опыта но вот мы надеемся что во второй командировке он покажет себя во вторую командировку тоже но еще больше набрался но в третьем он покажет себя и третьего ничего себя не пока не показал хотя очень умный человек был его сделали потом начальник начальником американского подразделения в аналитической службы ну там он был на своем месте то есть смысл состоял в том вот применительно если мы уже спустимся с каких высот применительно каждому оперу или разведчику вот это можно описать таким вообще жив подходом в жизни есть разные люди если перед ним стоит какой-то за возникает задание можно тут же придумать тысячу одну причин по которым можно объяснить что это задание не будет выполнена трудно это масса против и так далее а чё тогда делать если тысяча одна причин которая свидетель на том что она нельзя его нельзя сделать это дело а можно взять одну возможность один шанс и раскрутить его до конца и добиться вот это второй под так вот такие которые бы это делали их было единицы крючков как-то сказал я об этом рассказывал предыдущих своих видео что у нас где-то 80 процент где 20 процентов работают на разведку 80 процентов кормятся от нее он дико приукрасил дико приукрасил потому что если бы он назвал настоящую статистику то контору надо было бы закрывать бы на корню и сокращать ее на 90 процентов а то и больше потому что на самом деле по моим оценкам работал процентов 5 те которые готовы были вот которым была цель и которые готовы пойти добиваться этой цели даже если их вышлют и их оперативная карьера закончится на этом но это должны были быть люди у которых есть но не просто то что называли служение родиной потому что в кгб вот был такой подход с одной стороны нужно был усердный средний опер который не будет дергаться вот начальник никогда у начальника никогда из-за него не будет болеть голова он никогда не сделал какой-то опасные инициативы на которые завалиться сам и завалит своего начальника он сидит и ждет пока ему дадут указания но такой никогда не завербует а есть другой которого у него есть амбиции у него с драйв то есть вот этот человек может заграбовать но он становится опасна для своего начальника если начальник бюрократ который хочет просить где три года 333 командировки понимаете то есть уже в самой разве службе было заложено столько противоречий которые мешали а то и делали невозможным вербовку на основном направлении а почему сложно было вербовка на основном направлением скажу где-то после скандалов шпионских начала 70-х годов в лондоне допустим наружное наблюдение было 24 7 за каждым то же самое было в канаде то есть там невозможно было выехать на улицу без того чтобы за тобой не был хвост ну и где ты будешь искать агентов как ты их будешь вербовать соединенных штатах было легче ну допустим в сан-франциско была резидентура потом я закрыли уже сейчас при обаме по-моему там была школа фбр наружного наблюдения не тренировались на местной резидентуре 24 7 тоже какая вербовка вашингтоне было полегче но не совсем были варианты которыми можно было воспользоваться но вот еще один пример то есть для того чтобы люди по темпераменту разные вот один он усидчивый он он сидит он хорошо напишет рапорт хорошо напишет аналитический материал если есть информация но ему трудно подняться с кресла выйти на улицу и походить поискать вот эти контакты 2000 контактов о которых я вам говорил приведу пример а другие про его прямая противоположность вот один из моих коллег идет по вашингтону дело было воскресенье когда закончилась служба каком-то там католической церкви и вот проходит он мимо и смотрит мой парень сидит на паперти недалеко от выхода и весь от какой-то убитый совершенно он просто раздавлен он видимо человек но другой бы прошел бы не заметил но наш классный опер он подошел спросил вы вам 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 помочь вам нужна помощь в чем дело такое такое впечатление что вы не очень счастлива в этот прекрасный воскресный день и разговаривались этот молодой латиноамериканец излил ему свою душу что-то я уж не помню какие проблемы у него были на проблем было масса и они подружились и этот наш разведчик он стал конфидантом этого значит молодого латиноамериканца этот парень еще нигде не работал он только приехал он бежал откуда-то я не помню то ли из никарагуа то ли откуда-то бежал там во вся семья его осталось в общем чувствовал он себя совершенно заброшенным одиноким и на шопер ему посоветовал говорит слушает у струйся да у него не было никакой квалификации практически нашу перри ему посоветовал и нашел даже куда ему есть смысл обратиться за работой он работал то что называется janitor то есть после окончания рабочего дня он убирал офис офис это была одна одна из крупнейших компаний подрядчиков пентагона который разрабатывал новейшие самолеты ракеты и другие интересные вещи она у всех на слуху я не хочу ее называть по понятным причинам вот каждый вечер когда сотрудники уходили с работы домой он проходил из корзин то что бросали в корзины для бумаги американцы он собирал это все в мешке это опять-таки по американским стандартам это была не секретная информация но он такое количество доставлял эта информация нам резидентуру что по количеству информации да и по качеству это стал один из основных источников по линии т.т. это научно-техническая разведка более того значит тогда была общая система учета информации и определенного количества связей в рамках стран варшавского договора того даже в рамках стран варшавского договора где-то в первой половине восьмидесятых годов от этого источника поступало от 60 до 70 процентов информации вообще по военным разработкам сша это я повторяю это было из той корзин которые выбрасывали не секретную информацию но американское наплевательское отношение к секретной конфиденциальной информации она потрясает и продолжает потрясала и продолжает потрясать по сей день так вот он значит мы называли убил этот билл собирал это у себя дома эти мешки потом раз в месяц наш разведчик выезжал на встречу с ним выезд это была целая история он забирался в багажник автомобиля в подземном гараже стива вывозили на встречу выбрасывали за каким-то сильным поворотом открывался багажник выбрасывался убегал машина ехала дальше то есть проверка длилась полдня фактически но это тогда не было gps все надо сказать ну и потом встреча встреча длилась они сидели разговаривали потому что значительную часть встречи парню надо было изливать душу ну вот он изливал эту душу потом начать за нашим операм приезжал автобусом притаскивал такое количество мешки буквально эта информация приезжал меня автобус забирал нашего опера и так вот так и шла работа вот вам пожалуйста вариант вербовки это я бы сказал это смесь идеологической основы потому что он душой был советским союзом потому что он был против соединенных штатов америки несмотря на то что там жил ну и плюс психологическая основа у него были хорошие личные отношения с операм но не только с этим потому что после него с ним работал 2 после этого и работал 3 там и так далее следующий важный важно значит да расскажу вам расскажу вам еще одну интересную историю о том как проводились вербовки был потрясающий случай я даже начал писать книгу по этому поводу так я не закончил как-нибудь соберусь и закончу потому что это 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 стоит сериала или фильма блокбастера короче говоря в колумбии у крупного наркобарона красавица жена и у неё наркобарон представил с ней к ней бодигарда бодигард хорош собой жена потрясающая наркобарон негодяй мерзавец все время в своем значит в своем бизнесе и жена и бодигард они полюбили друг друга вы представляете ситуацию в какой ситуации они оказались причем по не полюбили друг друга безумно что делать жизни угрожает опасность где счастье иногда созрел дерзкий план это не решили уехать бежать куда можно бежать от наркобарона в соединенные штаты америки и значит наш бодигард он боялся боялся чтобы хозяин наркобарон не узнал куда он едет он улетел из колумбии самолете который отправился в соединенные штаты америки в стойке шасси вот эта коробка куда убирается шасси таким образом он осуществил никто не знал что он улетел оказался он в соединенных штатах на этот раз его полет оказался удачным и пришел на советское посольство и предложил свои услуги но там долго думали чесали репу а зачем нам надо наркобарон в то время комитет государственной безопасности коксом в отличие от нынешних спецслужб российской федерации не интересовался и борьба тогда с наркодилерами в общем-то и в соединенных штатов не особо велась поэтому один из наших разведчиков который установил с ним контакт он 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 рвал на себя рубашку он он доказывал что надо его вербовать и таким образом мы можем носиться завести хорошие контакты среди наркодельцов а через них выйти и на руководство государства так далее но в конце концов центр ответил отказом ну и что делать он-то улетел в шасси в этой коробке отсеки отсека в отсеке для шасси и таким же образом он попытался вернуться обратно но на этот раз не получилось . взлетел начали убирать шасси а там оказался вот этот отсек не такой большой как надо бы то есть шасси не могло встать на месте летчик начал его дергать туда-сюда вот пока он дергивает человек упал недалеко от недалеко от аэродрома и так заканчивалась это закончилась это печальная история ну пожалуй я думаю на этом мы остановимся для первой части наверное достаточно дальше я вам расскажу о дальнейших так сказать тонкостях нюансах вербовки и расскажу о конкретных случаях как это было есть на самом деле всем хорошего надеюсь вы отличаетесь от своих повседневных забот повседневных будней добавлю вам немножко вашу жизнь джона лекаре но но не фантазии а того как это есть на самом деле всем хорошего до новых встреч